МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И сегодня у нас в гостях создатели Светоча. Это его руководитель Павел Кузнецов и директор Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. Здравствуйте, Артем. Вот 20 лет вы радуете именно красноярцев или жителей Красноярского края? А у нас такая география достаточно приличная. То есть начинали мы этот путь как бы из Красноярска в качестве режиссерско-постановочной группы очень интересных международных проектов. Татьяна в качестве директора, я в качестве главного режиссера-постановщика. А потом мы уехали в Хакасию, там был очень интересный период. Там как раз начался Светоч, первые его песни. И потом через город Бородино, где нам дали возможность заниматься этим проектом уже полностью, без режиссуры, без постановок. Ну как бы вот продолжится опять здесь, в Красноярске. Ваша родословная берет начало в пении или в постановке? Родословная моя личная или коллективная? Ну нет, коллективная, да, коллективная. И коллективная, и моя личная, они как-то совпадают с песней. Но у нас интересная была семья в Шушенском, Красноярского края, где мама там, будучи учительницей, привозила нам куколок. Мы с сестрой разыгрывали представление. И, конечно, это было бесконечное пение, потому что она сама великолепно пела. Мы слушали эти песни, потом началось двухголосие. Для меня это было вообще чудо. А дальше было путешествие в прекрасный какой-то совершенно необыкновенный замок культуры, дом культуры Шушенского с огромными колоннами. Село и огромные колонны, где там ласточки вели свои гнезда и так далее. И там начался вот такое познавательное. Боже мой, оказывается, творчество может быть таким. Может быть, выходить на сцену какой-то хор в великолепных, прекрасных костюмах. Могут какие-то огромные карандаши выносить на сцену в театральных постановках. То есть все вместе. Все это было вместе. Татьяна, как вы познакомились? С Павлом мы познакомились в 1975 году, когда мы поступили вместе в музыкальное училище Абаканское. Он по классу баяна на народное отделение, а я на хореографию. Родом я из Ирбийского района, село Каменка. Вот там-то любовь к песне родилась, ну, она жила, мне кажется, с самых пеленок, потому как украинский народ, а там в основном проживают и проживают на сегодняшний день украинцы. А народ, он певучий, голосистый. И песни звучали в душе и в сердце нашим детствам. Если красноярцы захотят увидеть самых красивых девушек в Красноярском крае, то это село Каменка, Ирбийский район. Она была самой красивой хореографиней на своем курсе. Самой. Давайте посмотрим немножко вашего творчества. Благодарь снизошла и пошла, милая, пошла красиво! Сила, русская сила, сила, русская сила, сила! Вот прозвучала русская сила. А костюмы такие, ну, они не сказать, что старые, под старину, но тем не менее, что стиль напоминает. Вы их сами разрабатываете? У вас какой-то модельер, может, есть? Ну, во-первых, мы попытались несколько раз связываться с модельерами, и у нас это дело не увенчалось успехом. Почему? Наверное, очень сложный вопрос такой, почему не увенчалось успехом. Во-первых, восприятие костюма идет от знания одного, допустим, модельера к другому, как нечто такое веселое, разухабистое, с цветочком на голове, и обязательно это должно быть каким-то очень пестрым и чрезвычайно веселым и развлекать. Либо много самоварного золота, как говорится, на мне все парча и все блестит. Ну, как бы вот два таких варианта, и оба меня ни в коем случае не устраивали. Потому что изначально это был глубоко славянский проект такой, который дает людям понимание, а кто ты такой? И вот хотелось выйти на сцену в таком образе, чтобы любой человек от 6 до 76 воспринимал это как нечто великолепное, великое, мощное, красивое и так далее. Мне попалась замечательная книга из фонда Русского музея, и когда я впервые увидел это все, потому что когда я занимался режиссурой, я этим не увлекался. И, ну, это было просто впечатление чего-то совершенно необыкновенного. И мы начали понимать, что наш народ это, ну, это гений. Потому что с таким вкусом выстраивать архитектуру, с таким вкусом подбирать цвета, ткани, изящно, ну, как-то совершенно тонко, необыкновенно мог только народ гений. И с этого момента началась просто влюбленность вот в художественную часть как раз этого образа, а именно костюма. И вот как-то началось продумывание, а чего мы хотим, какими мы хотим быть. Вот как раз про Белую Русь вы говорите сейчас. Но это был трудоемкий процесс. Но кто его делал? Ну, я сейчас раскрою такую тайну. Значит, было два человека. Одна была девушка, тоже занималась славянственным и ведизмом. Я ей поручил делать женские костюмы, исходя как раз опять из музейных вариантов. Вот что касается русских костюмов с арками, с накладками на плечи, с вот этими интересными поясами, с расшивкой бисером там и так далее. Вот это как раз как бы она начинала структуру разрабатывать. А я все мужские костюмы. Но исходя, конечно, из истории, исходя, конечно, из той глубокой истории, которую сейчас не показывают. Но вы костюмы сами шили или... Нет, я разрабатывал, я рисовал их. Замечательный человек нам уже изготавливал. Но, конечно, это было очень мучительно для меня. Потому что каждая примерка это со мной. Где будет тесьма? А давайте лучше здесь. А давайте, может быть, вот так. А давайте посмотрим. То есть все делалось как бы очень живо относительно человека конкретно. Все делалось вручную, в общем, без всякой индустрии. Без индустрии, но со знанием техники, со знанием, как это может быть и так далее. Ателье Джаев. Ателье Джаев, да. Вы как-то определяете стиль музыки? Определяю. Изначально он был определен. Вы его придерживаетесь, отходите. Что это за стиль? Вы знаете, вот есть такие музыкальные стили, которые сейчас очень актуальны. Мы спорили долго с фольклористами. Фольклористы, это, ну это просто очень упертые люди, которым сказали фольклор это. Это то, что вот... И они, вот они будут придерживаться только этого, фольклор это. А вот в Ростовской области фольклор это. А вот где-то там дальше Рязань, это такой... Но они хранители с другой стороны. Они хранители. И это в этом их ценность. А дальше продолжение будет адаптированное, которое будут слушать здесь и сейчас. Дальше там мудрость, мудрость народа, дальше эта мудрость будет доведена до человека, который сегодня живет. У которого очень большое количество сигналов музыкальных, звуковых, слуховых. Движения очень много. То есть он сейчас не воспримет то, чего спокойно под гусельки или под балалайку можно приносить ему. И такая беда была. Да, вы знаете, у нас был друг такой в Абакане, лицей номер 4. И там очень интересные люди работали, которые работали с молодежью и постоянно ездили на фестивали. Говорят, Павел, ну вот у вас сейчас выработался такой стиль интересный. Там дэнс, там, значит, хорошие ударные, там у вас интересные синтезированные звуки. Там, ну, прям вот такие современные. Можно мы вашим стилем попользуемся? Прям стилем. Я говорю, почему? Да. А вот ты знаешь, мы едем, допустим, в Симферополь. Танцуют ребята молодые. И их все принимают полная площадь. А выходим мы, и площадь пустеет. И все наши голоса, и все наше, чего мы им поем, они остаются без внимания. Мы никак не можем к ним достучаться, потому что современность и другая музыка. И вибрации. Другие, другая, и другие вибрации. И другие, ну, будем так сказать, другой пульс. И вот когда они начали приезжать в следующем году, ребят, спасибо вам огромное, писал Эдуард Скороходов, тот же аранжировщик, который писал и нам. И они просто в восторге. На площади народ стал еще больше собираться, потому что магия вот эта вот мелодическая и магия слов, космизм этих слов, которая там присутствует, соединилась с современностью. И я фольклористам говорю, ребят, ну скажите, пожалуйста, если бы тот человек, который писал эту песню лет 500 назад, он был бы сегодня здесь, он бы попользовался нашими синтетическими звуками? Конечно, да. Потому что через это приходит его поэзия и его сила. Как стиль можно называть? Это псевдославянский. Я вам так скажу. Во-первых, я могу называть так стили музыкальные, электропоп. Ну, ни о чем не говорит. Симфобит или симфорок. Симфоническая и рок стиль. Такой тоже есть. Вот, значит, дэнс тоже существует такой как бы стиль. Хаос тоже существует такой стиль. Я понял. Теперь мы говорим, а вот теперь мелодизм, он тот самый древний славянский. Да, он очень древний и очень славянский. Однажды мы были на эфире, значит, на радио Шансон в Москве, еще в их старой студии. И мы разговаривали, и ребята спрашивают, а вот скажите, пожалуйста, откуда вы берете эти слова? Ну, музыка понятна. Вот написал Игорь, красивая музыка, песня девица Игоря Шевченко. А откуда вы берете эти слова? Я говорю, они приходят. Ну, ну, когда приходят. Ну, а как они приходят в других жанрах? Они приходят. И ты от них не можешь избавиться, они приходят к тебе. Вот бывает такой момент, что тебе надо срочно какую-то, ну, актуальную новую песню и так далее. А они не идут. То есть надо туда включиться, надо как бы почувствовать тем человеком этот мир. И тогда начинают приходить именно те слова. Для меня это было очень неожиданно, потому что я, ну, там, 10-15 лет назад такое не писал. И вы знаете, прежде чем приступить к реализации проекта патриотического, мы, естественно, первые произведения Павла свозили в Москву. Получили рецензию от очень именитых и высокого класса профессионалов. От композитора Александра Николаевна Пахмутова и Нины Константиновны Мешко. Это был 2001 год. Фестиваль за долгое-долгое время, наконец-то, первый фестиваль национальных культур по линии профессионального искусства. И я повезла солистку Республиканской филармонии Абаканской Людмилы Рыштаеву с песней Павла «Матушка Россиюшка». Я была в надежде и очень хотелось показать это произведение его, в первую очередь, Людмилой Георгиевной Зикиной. Но она, к сожалению, она была на тот период директором этого фестиваля, но она за ним могла и попала в больницу. И я встретилась в Кремлевском дворце съездов, предварительно перезвонив с Александром Николаевной Пахмутовой и Николаем Николаевичем Добронравовым. Отдала прожект-альбом, первые песни. Там было четыре песни. И попросила, чтобы Александра Николаевна дала рецензию. Потому что для нас, начинающих, притворяя в жизнь этот проект, необходима была поддержка именно этих людей. То есть они вас благословили? Да, мы практически получили благословение. И, вы знаете, в ноябре, когда, помните, в Москве теракт произошел, в Норд-Осте, я почему-то подумала, что сейчас Александр Николаевич Пахмутов и вообще москвичам не до этого теракт за терактом были. Поэтому месяц подождав, я позвонила ей, и она очень живо, бодрым таким голосом говорит, мы вот только с Николаем Николаевичем приехали с дачи, и мы как раз послушали песни Павла. Я однозначно напишу рецензию на его произведение. Мы получили, еще живя в Белом Яре, в Хакасии, получили рецензию на это произведение, на матушку-россишку, где Александр Николаевич Пахмутов пишет, что это не стилизация даже русской народной песни, а естественное и органическое дарование автора. Давайте кусочек послушаем. У нас нет матушки-россишки. Нет, я ссылку вам отправлю, и вы послушаете. Ну как-нибудь. Потому что «Матушка-россишка» – это песня, это начало нашего проекта, мощное очень, и благодаря которой практически мы поддержку получали не только от профессиональных людей, но и от многих-многих людей вне сферы искусства и культуры, а от генеральных директоров СААЗа, КРАЗа, Хакас Энерго, Абакан Авиа, Николая Васильевича Метелькова, который нам помогал всякий раз, прилетами. А вы же директор, вы обязаны, как бы, чтобы влюсти этот бюджет, да? Да, это был такой забавный случай, такой совершенно. Мы были на дне рождения у Шалгиновой Татьяны, очень интересного композитора в Абакане, хакасского композитора. На самом деле, очень талантливый человек. Ну и она любила эту песню «Матушка-россишка». И она попросила, спойте. У нас был солист, в этом ресторане он спел первый раз. Вдруг из-за соседнего столика подходят люди и говорят, а можно еще раз? Москвич. Она очень сложная песня, высокая и в то же время низкая, диапазон очень большой. Виталий, ты сможешь? Ну, давайте. Он поет. И вдруг нам говорят, за соседним столиком сидит человек, который возглавляет весь водопровод Москвы. Водоснабжение Москвы. А вы можете еще раз спеть эту песню? И тут Виталий просто уже с грустными глазами на надрыве исполняет ее еще раз. И потом после этого проходит полчаса, они говорят, а может быть я хантую эту песню, как-то передать сейчас в пользу службы. Вы смотрите еще раз. Он больше он спеть не смог. То есть таких случаев было несколько, когда его просили по многу раз петь эту песню. Матушка Россиюшка, знамственная селушка. Матушка Россиюшка, ей боль по лесу. Три коллектива «Светоч». Нет. У нас же творческий союз «Светоч». И изначально планировалось, что в него будут входить как бы дочерние какие-то фирмы. Но дочерней фирмы нет. Но есть коллектив «Беловодье», студенты Красноярского аграрного университета. Очень интересный проект. Он такой, будем говорить, эстрадно-народный. Значит, есть такой фольк-авангард, будем так говорить. Это «Светоч». И появился новый проект, который называется «Айра». Это фольк-рок. Вот как бы три таких направления, и все существуют достаточно успешно. А вы знаете еще. В 2007 году, в следующий фестиваль, день открытых дверей на радио «Шансон». И мы отправляем свой диск с треком «Девица» ансамбля «Светоч». И вы знаете, мы становимся лауреатами. Обычно все фестивали международного уровня, всероссийского уровня, 14 человек со всей России съезжаются. И вот мы, ну, здесь, на день открытых дверей на радио «Шансон», там были из-за рубежа наши соотечественные проживающие. И мы попали туда и стали лауреатами. Мы все спрашивали, ну, вообще, какое отношение «Ворлд Бит», как бы, ну, такая энигма своеобразная, имеет отношение к шансону, какое. А диджеи потом сказали, а вы знаете, а нам просто понравилось. И они назвали. Мы сказали, это какое-то чудо из Сибири. Но какое-то чудо, а как его можно не взять? Сибирской энигмой. Сибирской энигмой, чудо из Сибири. Да, чудо из Сибири. Где можно вас услышать? В ближайшем Красноярске. Значит, «Сибирская варежка» мы открываем и участвуем в качестве номинанта, самой поющей варежки. Кстати, вы можете тоже принять участие. Там есть самая фотогеничная картинка варежки. Там есть еще какие-то интересные... А, кулинарная варежка есть. Да, театральная варежка. Вы не танцуете, Артем? Можете потанцевать. Там есть самая танцевальная варежка. Самая фотогеничная варежка. Вот на этом фестивале. Затем вы можете летом поехать вместе с нами в Таяты. Очень большой у нас там концерт. 8 мая мы выступаем в Лесосибирске. Тоже можете с нами поехать, посмотреть. Ну а красноярцы, ну на площадках города, конечно же. Вот 5 марта нас приглашают в музей. Пусть это небольшой такой кулуарный музей Сурикова. Пусть это небольшое мероприятие, но всегда там добрейшие люди. Очень интересная атмосфера. И можете прийти к нам, послушать нашу песню. Ну а вообще мы приглашаем всех жителей города Красноярска и гостей на заключительный концерт фестиваля сибирской варежки, который пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив на сцене культурного центра на высотной 26 февраля в 17 часов. Это бывший город ДК, 26 февраля в 17 часов. Павел, Татьяна, спасибо вам большое. Вам спасибо. Я прощаюсь с вами. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok